Вышедший в широкий прокат фильм Фёдора Бондурчука «Сталинград» в первый же день появился и на экране кинотеатра «Искра». На премьеру пригласили видновчан старшего поколения, чьё детство и юность опалила война, а также молодёжь, не знавшую того сурового времени. На первом показе побывала и наша съёмочная группа. «Сталинград» нельзя сравнивать с образцами советского военного кино, такими как «Баллада солдати» или «Живые мёртвые». Это совершенно другое кино, другой эпохи, другого поколения. Что же ждут от него его зрители? Опять слезы будут на глазах. Конечно, это очень волнительный фильм. Я думаю, что те дети войны, которых я представляю, они, конечно же, будут сопереживать. Это то время, когда они начали жить, они жили, детьми страдали, выстрадали эту войну. Говорят, что в «Сталинград» показывали то, что было. Значит, без всяких прикрас. Наверное, я жду какого-нибудь экшена, может, как говорится, неожиданности, может, какой-то. Не знаю. Посмотрим. Исторические факты. Всё-таки с уроков нас взяли. Мы надеемся, что будет очень интересно. Приглашаю жителей района, города и всех гостей, чтобы пришли к нам в кинотеатр на «Сталинград». Теперь кинотеатр, оснащённый современным оборудованием, может предложить любые новинки кинематографа, как отечественного, так и зарубежного, в созданной формате 3D, в том числе и в «Аймакс». Сотрудников кинотеатра, которые обслуживают технику, благодарностью достоил глава Ленинского района. Попов Павел Андреевич, главный инженер кинотеатра «Искра», муниципального автономного учреждения кинематографии «Витнерская дирекция киносети». Глава пожелал зрителям интересного просмотра и предложил почаще заглядывать в наш кинотеатр. Надо сказать, что фильм, который мы сегодня посмотрим, он только вышел на экраны страны. По многому спорный, но совершенно точно, что одинаково всеми нами воспринимается великая победа нашего советского народа и, безусловно, в битве под Сталинградом тот нерушимый и вечный подвиг нашего советского солдата, нашей Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сталинград отличает небывалое по количеству число спецэффектов. Летящий, кажется, прямо в зрительном зале самолет напоминает прибытие поезда «Братьев Люмьер». Правда, современный зритель готов ко всему. Что же касается ожиданий, наверняка они оправдаются. Хватает и зрелищности, чего хотела видеть молодежь, и исторической правды, на которую подавала надежда старшее поколение. В фильме рассказывается о знаменитом доме Павлова. И все же это кино о любви, которой есть место всегда, даже в самой жуткой войне. Татьяна Брылова, Алексей Ильин и Лена Кошелева. Видное ТВ.